Всем ребят привет, в сегодняшнем видеоролике мы с вами как обычно будем играть на проекте BlackRushRP на Orange Servery. Для того, чтобы начать играть, хотя потребуется загрузить игру по ссылочке в описании, зарегистрироваться на ник JohnDarian, но также не забывай активировать мой промокод Nair. На полученные деньги ты сможешь приобрести немало хорошего имущества. На своих экранах вы видите победителя прошлого конкурса, ну а я организую для вас еще один конкурс на 3 ляма на любом сервере BlackRushRP. От вас потребуется подписаться на мой канал, поставить лайк на данное видео, а также написать в комментариях свой ник и сервер, на котором вы играете. Но в сегодняшнем видеоролике я вас научу зарабатывать от 250 тысяч в час. Кстати, также напишите в комментариях, нравится ли вам контент подобного плана, или вы хотите каких-нибудь небольших перемен на моем канале. Если что, представленный мной метод заработка в этом видеоролике действительно рабочий, вы после просмотра данного видоса сможете рубить лямы. Всем, кто кушает, приятного аппетита, ну а тем, кто просто смотрит, желаю приятного просмотра. Так, ребят, сейчас мы уже с вами находимся в игре, и я вам сейчас расскажу способ, как же можно реально очень сильно разбогатеть. Нет, этот способ не заключается на автоугоне, нужно слушать вас, будь внимательна и запоминать, ребят, потому что этот способ не особо сложный, но и не особо простой. Ну, то есть, вам нужно запомнить примерно, как вы должны будете делать. Ну, типа, если будьте внимательны, вы все поймете обязательно. Первым делом, когда вы зарегистрируетесь на сервере, естественно, активируете мой промокод Nair, при достижении второго уровня вы получите там вроде 15 или 20 тысяч. Очень хорошие, кстати, бабки в начале игры. Потом вы получите еще от меня рефералку, если напишите мне в ВКМ, вы ее возвращаете полностью. Если моя фамилия Дерин указана, еще вам 10 тысяч сверху накидываю. То есть, уже в общей сумме 60 тысяч. Потом, желательно, оставляйте, либо же как-то выбивайте их спишки, либо выполняйте квесты. В общем, качайте левел до третьего. После этого, неважно, либо вы пойдете на кладоискатель, либо же на автоугон. Но еще срокужем про автоугон. Подбегайте вот сюда на карту, вот здесь на карте он находится, или в GPS вбиваете по работе, там, угонщик транспортных средств. Заранее покупаете отмычки, встаете на этого NPC, жмете взять задание, и у вас на карте отметится, это обычно отмечается либо в Розамасе, либо же в Эдово, либо же в Латкарине. Вот в одном из этих мест у вас отметится большая красная зона. Ну, там не всегда большая, в общем, отметится красная зона. Когда вы будете к ней уже подъезжать, вам напишут в чат, какой автомобиль вам нужно будет взломать. Потом вы к нему подбегаете, когда вы нашли этот автомобиль. Пишите команду, как я еще написал, вот такую, карджек. И после этого у вас скрывается диалоговое окно, или как это назвать еще, интерьер, интерфейс. И вы там начинаете, в общем, всякие, ну, комбинацию правильную подбирать. Вы, естественно, должны это все делать на рандом, никакого способа нет ее угадать. Ну, то есть, прям, знать ее нельзя. Просто на рандом берете и угадываете. После этого вы зарабатываете свой первый капитал. Ну, и здесь, здесь есть КД, то есть, вам нужно будет ждать 7 минут спустя каждого здания. То есть, вы выполнили здания, ждете 70 минут. Не 70, а 7 минут. Потом вы можете отправиться, когда вам надоест автоугон, сразу же можете направиться, сейчас скажу вам куда. Кладоискатель. Предварительно вы должны будете купить металлоискатель и лопату. Я думаю, это все сделается очень просто, они стоят довольно-таки дешево. И, в общем, здесь вы берете вот так, смотрите, начать. И у вас на карте отмечается, отмечается одна желтая зона. Вы туда приезжаете, пишете команду DIG и начинаете искать клад. Это сделало все ультра, ребят, просто. Просто вот так пишете команду DIG и у вас откроется такая, тоже такой же интерфейс. Вы должны будете прийти к кладу, то есть, просто там копать по кнопочкам. Не на кнопочки, а на землю нажимать и рано или поздно вы прийдете к кладу. Но там также будут бомбы, но если вы натянетесь на бомбу, ничего плохого не случится. Просто вы начнете заново, то есть, там, заново искать клад. Я думаю, это очень легко, ребят, даже объяснять особо не нужно. И так все хорошо объяснили. Следующее, ребят, после того, как вы заработали уже свой первый капитал, вы должны будете направиться в казино, вы должны будете направиться к столам с Blackjack. Это более зависит от вашего скилла, чем от удачи. Ну, кстати, удача тоже немаловажную роль играет. А в костях вы просто там, ну, это, ну, удача, тупо удача. Какова вам победит? Ну, типа, ну, вы поняли, ребят. В Blackjack я уже делал о нем отдельное видео, но объясню сейчас для тех, кто его не смотрел. В общем, всего в игре 21 очко. Blackjack, если что, это и есть 21 очко. Кто первый это 21 очко собирает, тот и выиграл. Если у вас будет больше 21 очка, то вы автоматически проигрываете. Но у вас должно быть всегда больше очков, чем у крупье. Ну, только они должны быть не более 21, вы сами понимаете почему. Но если у крупье у вас будет 21 очко, то у вас ничья. То есть, смотрите, у вас должно быть всегда больше очков, чем у крупье, а у крупье должно быть меньше, чем у вас. Ну, в принципе, логично. Но если у вас будет одинаковое, то вы, в принципе, все. Ну, кг. Если у вас и у крупье будет больше 21 очка, то есть, допустим, у крупье 25, и у вас там 50, просто к примеру, то вы оба получаете ничью, и никто не уходит ни в минус, ни в плюс. Я думаю, это очень подробно объяснил вам, потому что это очень простая грань, не знаю, что можно в ней не понять. Если что, в правом верхнем углу увидите то видео, в котором я делал подробный обзор о Blackjack. Если вы его не посмотрели, обязательно посмотрите и возвращайтесь к этому ролику. После того, ребят, как вы заработали примерно 500 лям, а вы должны будете направиться на перепродажи. Желательно отправиться в какой-нибудь автосалон, либо же приехать на аукцион и начать перепродавать машины. Я уже говорил такие стратегии, на которые ведутся очень много людей. Допустим, вы там делаете легкий тюнинг в вашей машине, а человек подумает, что у вас прям какой-то мощный тюнинг. Допустим, там только винил заменили, а он подумал, если человек неопытный, и он типа не попросил у вас ПТС, он думает, вау, типа он, дорогая машина, вы его просто берете и продаете на 50% дороже, чем вообще стоила она с тюнингом. Я думаю, это и так понятно. На аукционе очень много вещей, часто продаются, вы можете у кого-нибудь купить или же продать свою вещь. Это очень делает выгодно, ребят, потому что много людей неопытных просто продают годные вещи за копейки. Но также перепродажами нужно заниматься на открытии или же, допустим, там через пару дней после открытия, когда бизнесы уже скупили. Обычно люди сразу же продают эти бизнесы, и они типа хотят быстрых денег, а если они подожжут, они могут подать эти бизнесы потом за огромную сумму. То есть, допустим, в ГОСе 100 лбис, 10к человек продает его за 12 лямов после открытия. Ну, чтобы получить, типа, огромные деньги, потому что на новом сервере 12 лямов это довольно много, да и вообще, ну, типа, любая сумма на новом сервере, это относительно огромная сумма. Вы просто берете, покупаете его, потом начинаете оплачивать, 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 и уже там через пару месяцев, к примеру, вы можете его перепродать и получить там не 250к в час, а, допустим, там 100 лямов за час, а то и больше. Я думаю, это и так понятно, ребят. Также вы можете перепродавать симки, можно, в принципе, все перепродавать. И на этом, ребят, я, в принципе, могу закончить этот видеоролик. Я не знаю, сколько раз я сказал за этот видос слово «ребят», вы можете это посчитать. Кто первым ребят посчитает, получает лично от меня сотку на донат счет, поэтому не ленитесь и пишите, ребят, в комментариях. Ну, а с вами был, как обычно, Анаэр. Всех вас благодарю за просмотр, не забывайте принимать часть себя в конкурсе. Всем желаю удачи и всем до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok